Сегодня на традиционной пресс-конференции в Минобороне присутствовал глава внешней разведки. Он заявил, что хотя быстрая атака в Украине провалилась из-за масштабных просчетов, быстрого окончания войны ожидать не стоит. Сейчас же проходит перегруппировка российских войск, что к 9 мая можно было доложить руководству о некой победе. 9 мая – важнейший праздник для Путина, и к этой дате надо показать некую победу. Нам кажется, что с точки зрения Кремля подходящим военным событиям было бы обеспечение своей власти в Донецкой и Луганской республиках, соединение их по суше с Крымом и захват Мариуполя. Тем не менее, надо понимать, что это станет лишь промежуточным политическим итогом, а не содержательным. То есть 9 мая не станет концом конфликта. Сейчас российские подразделения отодвигаются в направлении Белоруссии на восток. Российскому командованию надо понять, каким резервом они обладают, чтобы продолжить наступательные действия. Нельзя назвать действия российских сил отступлением. Во многих случаях это организованный отход. Они также оставляют за собой минные поля. Это традиционная военная практика, однако поля должны быть маркированы. Если же используются, как сейчас, минные ловушки, замаскированные в детские игрушки, в гражданском транспорте у входа в дома, то это считается военными преступлениями. Российские войска начали отвод подразделений несколько дней назад. Для восстановления их боеспособности у них осталось 7-8 дней. После этого их надо сосредоточить на исходных позициях для следующей операции. Дальше вопросы. Насколько хорошо она спланирована, насколько хорошо обеспечено снабжение боеприпасами и техникой. И даже в каких погодных условиях воевать. Дождь и мокрый снег превратят степь в ад, а сухая степь, напротив, позволят хорошо маневрировать. Европа, между тем и Эстония в том числе, продолжает политическую, гуманитарную и военную помощь Украине. Уже говорилось о поставках тяжелой артиллерии и бронетехники. После массовых гражданских жертв, обнаруженных в поселке Буча, ЕС, Британия и США задумались об ужесточении уже почти согласованных санкций нового пакета. Многие страны говорят о необходимости эмбарго на покупки угля, нефти и газа из России. Ясно, что санкции выйдут на новый этап. Международные эксперты готовы документировать найденные в Буче свидетельства, чтобы впоследствии передать их следователям. Мирные переговоры идут, но военная ситуация не позволяет говорить об их возможном успехе. Михаил Владиславов, Роман Васильев, Новости Таллина.